Солнышко Я, конечно, люблю сладости, но я только похудел, и тут такое, но я не могу отказаться съесть конфетку. Благодарю. Давайте уже цветы. Спасибо. Спасибо. Да ладно. Серьезно. Вы посмотрите. Все равно спасибо. Я все-таки дождался его спустя много-много лет. Эх, надеюсь, что настоящий так нет. Нет. Ладно, давайте мы вот это уберем, чтобы оно не растаяло, и чтобы я на нем не улетел куда-нибудь. Благодарю. Огромное спасибо. Это было неожиданно. Ладно. Юра, уважаемый Юра, Юрий, поздравьте меня с днем свадьбы. 6 марта и 8 марта. У вас что, два дня свадьба? 6 и 8? Очень удачно. Сразу и праздник один, и праздник второй. Замечательно. Конечно же, с этой датой я поздравлю с огромным удовольствием, потому что я считаю, что самое главное в этой жизни – это семья. И если вы нашли друг друга, дай бог вам прожить еще несметное количество лет вместе и встречать шестое, точнее, встречать праздники с 6 по 12, потому что если начинаешь с 6, потом 8, а дальше как пойдет. И в лучшем случае, если 12-го все выйдут на работу, то тоже замечательно. Так что в крепкой семье, любовь да вам… Как это правильно говорится? Совет вам да любовь. Вот. Вот так. Вот так. Юра, сколько времени, а сколько по времени ты пишешь одну песню? Это хороший вопрос. Когда как? У меня бывают песни, которые лежат по несколько лет. Это правда. Они лежат в работе. То есть я их написал, но не время для них, потому что текст сложный, музыка не нравится, что-то не подходит, что-то хотелось бы доработать. И вот так вот некоторые песни лежат вообще лет 20-25, а то и более, и я к ним не возвращаюсь. Потому что для каждой песни, наверное, свое время. И когда это время придет, я думаю, что эта песня, которая была отложена в долгий ящик, будет оттуда вытащена, сделана и спена. И, кстати, на самом деле у меня действительно хорошая новость. У меня не так давно, 2-го числа, на моем YouTube-канале состоялась премьера песни, новой песни, которая называется «Спасибо тебе». Она была приурочена, конечно же, к празднику 8 марта, и мы ее написали с Сережей Кузнецовым, который, ну, много людей знают его. А если кто не знает, я напомню, что это особо какие-то песни, как «Белые розы», «Роза и вечер», «Светая ночь» и многих-многих других. И еще одной, которую можно послушать на моем YouTube-канале и написать, понравилось или нет. А я прочитаю, возможно, отвечу, а, возможно, напишу лучше. Юра, можно спеть с вами дуэтом. Вы невероятный исполнитель. Ценю и люблю вас и ваши песни, Ксения. А по сути, почему нет? Да. Причем мы не поем дуэтом, мы поем все хором. Это я вам подбиваю на самом-то деле. Поете-то вы. Поэтому почему нет? Да. Поем все вместе. Юра, так сложилось, что я могу исполнить одно из твоих желаний. Ух ты. Это Игорю. Это Игорю. Это Игорю. А. Да, две как-то нет. Игорю нет. Лучше давайте по одной. Одну Игорю, одну мне. Игорь, это тебе. Спасибо большое. Да нет, так не пойдет. Вот так. Ура. Вот. Вот так. Послушайте, а по поводу желаний это забавно. Дайте дочитать. Могу исполнить одно из твоих желаний. Почему одно? Должно быть три. Ну хотя бы одно. Дело в том, что меня зовут Наташа, а у меня сегодня есть коса. Коса. Глупо. Ну а вдруг ты захочешь подергать за косу? Ха. Ха. Как же отмазаться, да? Молодец. Ам. Да. Подергай. Нет, вы знаете, на самом деле нет. Я бы... Нет. Все мои желания уже давно сбылись. У меня есть, кого дергать за косу. И за косы. А если говорить себе серьезно, за косы. Потому что у дочери у моей длинные волосы. И иногда приходится заплетать. Поэтому и дергаю. Ну а то, что вы имели в виду, нет. Наверное, я на это не соглашусь, потому что не надо. А вдруг этот коронавирус еще? Поэтому нет. Ну за предложение спасибо. А сегодня вы покурили перед концертом? А как же? Да. И много. Что, незаметно? Много. Ладно. Здравствуйте, Юра. Ходила на ваш концерт 10 лет назад. Вы не меня... Вы не меня... Не меняетесь. Во. Вы не меняетесь. Все такое же. Милый. И опять сбылась... И опять сбылась моя мечта. Спасибо вам, что вы есть... Да. Все. И чек. С этой стороны чек. Да на самом деле нет, дорогие мои. Я меняюсь. Точно так же вместе с вами. Поймите. Потому что время не стоит на месте. И никто не в силах остановить время или изменить его. Просто есть немножко другие понятия. Есть человек, который ощущает себя на тот возраст, который у него есть. А есть? Нет. Да и не надо. Как бы... И не... Самое главное, какое количество лет у вас за плечами. А самое главное, насколько вы себя чувствуете с этим количеством лет. Вот и все. Юра, ты мой клумбнир. Потому что ты обаятельный. Скромный. Талантливый. Эх. Эх. Ну, если вы так считаете, пускай будет так. А что я могу еще добавить? Какой есть, другого нет. И все, что есть, тем и пользуюсь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...